Воронежский водоканал снова стал поставщиком плохих новостей. Утром 8 мая произошла очередная крупная авария на водоводе, которая находится на балансе частной компании РВК Воронеж. Жители сразу трех микрорайонов города, Придонского, Подклетного и Нового, проснувшись с утра, не смогли перед работой принять душ и попить чаю из-за отсутствия воды в кранах. Обезвоженными оказались более ста многоэтажных и свыше полутора тысяч частных домов. На месте аварии в советском районе Воронежа побывали наши корреспонденты и узнали, кто виноват в том, что в кране нет воды. Снова шум и грохот у дома номер 304А по улице 9 января. Буквально день назад здесь завершились работы по замене 240 метров магистрального водовода. Без воды вынужденно оставались не только близлежащие дома, но и микрорайоны Придонской, Подклетное и Новый. А ранним утром 8 мая жители этих кварталов снова остались без воды. Обновленный участок магистрального водовода выдержал всего сутки эксплуатации. Буквально сегодня ночью, где-то часа в 4 утра, произошла резонетизация планцевого соединения на замене на участке с местом соединения запорной арматуры. На данный момент, да, сейчас скрывается запорная арматура, расстыковывается в лайнер, ну и будем определяться. Специалисты РВК Воронеж пока не готовы назвать причины аварии на водоводе, а к ней могли привести и ненадлежащее производство работ, и некачественные комплектующие. По информации МЧС, подвоз технической воды организован по 7 адресам в районах, где трубы с утра оказались пустыми. МЧС позвонил нам в 7 часов, в 7 часов мне сообщили, без 28 я уже здесь был с водой. Люди без 28 уже набирают, до работы набрали и после. В цистерне 5 кубометров воды и с таким энергичным разбором ее хватит примерно на 4 часа. Но водитель утверждает, что успеет буквально за 30 минут сделать рейс за водой и снова приступить к ее раздаче. Один раз нам отключили воду, сказали дадут в воскресенье в 6 утра, дали, слава богу, в 11 вечера. Вот один день мы прожили, как говорится, благополучно. Сегодня утром встали на работу в 6 часов, все, воды нет. Ситуация выводит людей из равновесия. Кто-то вернулся домой с ночной смены к пустым кранам, у кого-то маленький ребенок, которого нельзя оставить без купания. Вот субботу, воскресенье мы просидели без воды. То есть, да, техническую воду нам привезли, но питьевой-то нету, ее надо покупать за деньги. Я пенсионер, для меня это сложно. И вот опять сегодня с утра, и опять вы говорите, до пяти не будет. Я уже устала, у меня руки отрываются вот эту воду таскать. Примечательно, на днях прокуратура Воронежской области завершила проверку деятельности РВК «Воронеж» по поддержанию системы водоснабжения в исправном состоянии и ее реконструкции. Ведомство установило, что компания не выполняла срок подрядной и строительной работы, предусмотренной инвестиционной программой, сообщает сайт прокуратуры. В результате сегодняшней аварии от подачи воды отключены 77 многоквартирных домов, а также индивидуальный сектор. В них проживают в общей сложности около 30 тысяч человек. Представители компании «Росводоканал Воронеж» сообщили, что планируют закончить аварийные работы к 19 часам 8 мая.